Окей, всем здравствуйте. И у нас сегодня вторая лекция по асинхронности. Возможно, она будет немножко сокращенная, потому что в прошлый раз мы успели почти все. И в прошлый раз мы остановились на вопросе о том, как именно асинхронность совмещается с карутинами. И это ключевой вопрос асинхронности, потому что еще под видео о карутинах меня спрашивали люди, и это были вполне обоснованные вопросы. Они спрашивали, а зачем вообще карутины-то? То есть из того, что я рассказал о карутинах до Нового года, было немножко неочевидно, в чем их подлинная сила. А подлинная сила у них есть, и подлинная сила карутин как раз раскрывается с асинхронностью. Так что после этой лекции я наконец-то смогу на вопрос под той лекцией под карутинами скинуть ссылку на нее. И в прошлый раз, ну во-первых, в прошлый раз у меня было такое немножко творческое задание, посмотреть мой параллел редьюс и почему он отстает. И мне прислали, правда не магистранты, но мне прислали два или три правильных ответа. Первый правильный ответ прислал Виктор Мустя из Калифорнии. Ко мне пришел правильный ответ из Калифорнии. И сегодня я всем покажу правильный ответ. Наверное, мы успеем этот секретный уровень, где показывается правильный ответ. И расскажу, в чем же там все-таки было дело. И начнем мы с того, в чем остановились в прошлый раз, с асинхронности и карутин. Итак, асинхронность позволяет нам утилизировать тот параллелизм, который в архитектуре уже есть. То есть мы запускаем асинхронный процесс, асинхронный поток. И это означает, что мы начинаем работать вот прям физически параллельно другом устройстве. А карутины с другой стороны позволяют логически откладывать вычисления. Мы заходим в карутину, мы говорим ей стоп, саспент. То есть она до чего-то посчитала, и мы говорим ей саспент. Отложи дальнейшие вычисления, пока мы тебя снова не позовем. Потом мы снова зовем карутину, она опять досчитывает до следующей саспент точки. Мы опять ей говорим, саспент, опять отложи дальнейшие вычисления, пока мы тебя снова не позовем. Хорошо. Теперь давайте подумаем вот о чем. В таком механизме, если у нас карутина возвращает что-то типа целого числа, то когда мы ей говорим, остановись, остановись, потом досчитаешь, что она логически, на что это похоже в асинхронности, что она логически нам возвращает. Она нам возвращает не что-то типа целого числа, а что-то типа... Что-то типа фьюча от этого целого числа. Промис у нее внутри. И вы помните, когда я говорил о карутинах, я говорил, что там внутри промис-обджект. Тот самый, который неявно создается в карутине. Ну, вы можете пересмотреть. Этот промис-обджект, он не случайно так назван. Он назван так, потому что магия фьюча-промис идеально работает для сопрограмм. Смотрите, мы можем... А все помнят, что такое карутина? Расскажите мне, чем отличается карутина от некарутины? Никита, что такое карутина? Как отличить? Карутина это или некарутина? Карутина не часть функции? Нет, вот что-то написано. Как понять, карутина это или нет? Да, спасибо, Вячеслав. Действительно. Co-weight, co-yield, co-return. Мы должны использовать в теле один из трех кооператоров. Как только мы использовали в теле чего угодно, функции, лямбда, методы класса, один из трех кооператоров, это что-то становится ко-функцией, ко-лямбдой, ко-методом и так далее. А, соответственно, здесь мы делаем лямбду для простоты. И в этой лямбде мы записываем co-return 42. Co-return 42 означает, что это корутина, которая ничего не делает, но co возвращает 42. И дальше мы говорим. Мы создаем у себя объект этой корутины, который на самом деле future-at-int. Все помнят, что тип, возвращаемый корутины, имеет определенные ограничения. Какие? Тип, возвращаемый корутины, должен что делать? Да, он должен содержать в себе определенные функции. Все помнят эти функции? Он должен содержать в себе интерфейс, который обязана предоставлять любая корутина. И, опять-таки, можно пересмотреть лекцию по корутинам, там это все есть. И в данном случае, кроме всех этих функций, он еще, поскольку тут future их всех содержит, начиная с 20-го стандарта, куда ввели корутины, мы же все-таки в 2020 году, не так ли? Мы можем просто вызвать future.get. И future.get выполнит нам корутину. future содержит в том числе, когда ее саспендить, и там suspend always возвращается на initial suspend. То есть future всегда initial suspendит корутину. Она ее initial засаспендила, и на get она начала ее выполнять. future.get выполнить корутину до какой-то точки, и после этого выдать результат. И мы здесь увидим на экране 42. То есть, когда я рассказывал о корутинах, я сам писал вот эти классы, да, вот эти классы, которые должны возвращаться с их методами и так далее. Я сам писал тогда класс генератор, я сам тогда писал класс резюмабл. Помните класс резюмабл? Вот. А здесь во future уже все есть. Вы просто делаете future, и future это законная возвращаемая штука для корутины. Почему так? Потому что они проектировались с этим в уме. А promise-интерфейс в корутине называется promise-интерфейсом не просто так. Он называется promise-интерфейсом, потому что его проектировали, глядя на stud promise. Люди положили рядом с собой stud promise и проектировали интерфейс. Мало того, все помнят, кроме promise-интерфейса, который должна реализовать возвращаемая часть корутины, какой еще у нас есть фундаментальный интерфейс. Мы когда говорили о корутинах, говорили о двух фундаментальных интерфейсах. Об одном, который реализует возвращаемое значение корутины, и еще об одном... Еще каком? Хэндл? Нет, корутин хэндл — это не интерфейс. Еще об awaitable. Когда мы вызываем co-await, так? Так, мы в co-await можем передать как аргумент expression, и какой это может быть expression. В принципе, учитывая возможность перегрузки оператора co-await и возможность наличия transform-awaitable, это может быть любой expression, не так ли? Но предположим, что оператор co-await перегруженный уже отработал, transform-awaitable уже отработал. И у нас остался вот чистый co-await на какой-то конкретный evatable object. Какой интерфейс должен реализовать этот evatable object? Надо было устраивать зачет в декабре. Он должен реализовать evatable interface. И вот вы удивитесь, но future, studfuture, реализует оба интерфейса. Studfuture является возможным возвращаемым значением к рутины, но кроме того, studfuture реализует evatable interface. Можно вызывать co-await на studasync. Что такое co-await на studasync? Кто как себе это представляет вообще? Что такое co-return fget в данном случае? Это очень интересно. Смотрите, если бы здесь не было co-await, то какая концепция здесь была бы реализована? Давайте на секундочку мысленно вычеркнем co-await. Мы запустили асинхронный процесс и сразу начали ждать его результата. Ну и зачем? Зачем мы тогда запускали его асинхронно? То есть мы запустили асинхронный процесс и тут же заблокировались его результаты. Но если мы добавляем сюда co-await, то происходит удивительное. Мы запустили асинхронный процесс и отдали выполнение функции, которая нас вызвала. А когда эта функция решит нас дождаться, вот тогда мы уже дождемся результата. Что должен сделать с этим колер? Вызвать future.get? Ну потом, когда ему это реально будет нужно. То есть мы тут отдали управление, да, вызвавшую нас функцию. И эта вызвавшая нас функция дальше продолжает работать. А этот процесс, поскольку он асинх процесс, он дальше продолжает исполняться. То есть мы разлетелись на три уровня. Наша сопрограмма стоит посередине. Вызвавшая функция стоит снизу. Асинхронный процесс, который она породила, стоит сверху. Мы отдали управление вниз, запустив процесс наверху. Процесс пошел, управление снизу пошло, а мы ждем. Мы же коррутина. После этого, как только в нас вернули управление, этот процесс, может быть, уже завершился. Он мог раньше вернуть в нас управление. Или эта функция могла раньше вернуть в нас управление. Это абсолютно не важно. Мы дождались результата. И в этот момент, когда он нужен внизу, сверху он уже готов. Это очень сильная концепция. Попробуйте ее обдумать. Потому что самое худшее, что есть во фьючерах, самое худшее, что есть во фьючерах, это фьючер блокаджес. И давайте на секундочку отвлечемся от сопрограмм и поговорим про фьючер блокаджес. Фьючер блокаджес народ раскопал гораздо раньше, чем сопрограммы. Фьючер блокаджес всем были понятны и очевидны еще в 2011 году. Смотрите, мы получили фьючер один из асинк. И, допустим, этот асинк вычисляет результат. То есть функция getResult возвращает какой-то результат. И мы получили здесь фьючер от resultType. И дальше нам нужно сделать процесс result, когда мы дождемся. И самый тупой и примитивный метод сделать тут foot1get, заблокироваться, а потом уже сделать процесс result с полученным значением. Видите, вот этот result нужен здесь. Такое чувство, что мы не можем сделать здесь ничего, кроме как заблокироваться. Окей, вот здесь мы еще можем что-нибудь интересное посчитать, пока этот результат считается. Но мы что-нибудь интересное посчитали, а потом мы заблокировались. Не знаю, как вы. Я ненавижу блокировки. Я ненавижу блокировки. Это не как вай-релиз. Это просто заблокируемся и ждем, пока этот процесс дойдет. Это как блокировка. Это как мьютекс. Вот. Так вот, а смотрите, допустим, в итоге вот здесь прошло 10 минут. То есть вот здесь прошла одна секунда, а вот здесь прошло 10 минут. И нам нужен результат, который как бы является комбинацией результата. Мы хотели бы сказать, ты вот это, когда досчитаешь, ты сразу начни вот это. Ты вот это, когда досчитаешь, сразу начни вот это, а мы подождем общего результата. И изначально народ для того, чтобы дождаться общего результата, для того, чтобы скомбинировать будущее, народ предложил, и мало того, что предложил, затащил в буст фьюча, фьюча.зен. Фьюча.зен — это примерно вот так. StudoSync от getResult возвращает фьюча. Точка зен, лямбда. Входное — это то, что мы досчитали, то, что пришло из этого фьюча, это развернутая фьюча. ReturnProcessResultAtInput. И процессResultAtInput тоже возвращает фьюча, и вот это фьюча — это и есть то фьюча, которого мы ждем. Что? А если у нас больше двух? Ну, мы вызовем такую лесенку. Лесенку. А мы не блокируемся два раза. Это действительно эффективно. Это было с гиканьем, с гиканьем и свистом, с молодецким посвистом, втащено в индустрию. И в этом механизме явно есть проблема. И Антон уже сказал об одной из этих проблем. Для иллюстрации всех этих проблем, собственно, с чего начались карутины. Карутины начались с доклада Гора Нишанова в 2015 году. На самом деле, первый доклад был в 2014 году, но там Нишанов разминался. А вот такой обстоятельный доклад был в 2015 году на Сиппикон. И я очень рекомендую его посмотреть. Нишанов на этом докладе орел. Там ни одного лишнего слова. Там аудитория держится в постоянном напряжении. Там все прям очень крутой доклад. Я прям его пересматривал несколько раз из чисто методических соображений, как надо вести доклады по карутинам. А Нишанов приводит пример. Это что-то очень простое. Типа эхо-сервера с некоторыми дополнительными ограничениями. Не вчитывайтесь в код. Но я хочу вам показать вот это. Видите, точка zen. Вот здесь точка zen. Здесь точка zen. И здесь лямбда. Вы видите лямбду, да? И здесь еще одна лямбда. И вот это вот еще одна лямбда, которая возвращает фьючер от бул. И Нишанов, когда он делал этот доклад, он сказал, ребят, на самом деле где-то здесь допущена ошибка. Вы не могли бы ее найти? Ну, смех в аудитории. Никто не мог бы ее найти. Потому что все эти точка zen, они очень-очень сильно усложняют логику программы. Но давайте не будем пользоваться популистскими примерами. Потому что, ну, этот пример красив, но что-то из него почерпнуть можно только, если вы предварительно разберетесь с тем, как происходит программирование сетей. Потому что, ну, смотрите, здесь какие-то магические цифры. 1, 3, 3, 7. Почему 1, 3, 3, 7? Массив 4 умножить на 1024. Почему массив 4 умножить на 1024? То есть те ребята, которые программируют сети, они все это понимают. Но мы попроще, мы компиляторы пишем. И давайте посмотрим на каком-нибудь простом примере. Ну, тоже сетевом, из уважения к Нишанову, но простом. Даже не zen. В простом примере даже не zen, а просто колбеков, организованных как zen. Колбеков, организованных через лямбды. То есть мы берем логику простой процедуры и размазываем ее по лямбдовым колбекам. Фьюча там где-нибудь уже внутри, в библиотеке. А мы просто передаем колбеки. Смотрите. Возьмем Boost.Azio и напишем на нем простой эхо-сервер. Что делает простой эхо-сервер? Старт. Что мы делаем на старт? Старт мы делаем socket.async read sum. Async read sum — это прочитать что-нибудь. Это стандартная функция в Boost.Azio. Она прям так и называется. Мы передаем туда дату и передаем лямбду. Что это за лямбда? Это лямбда, это zen. Это что делать дальше? То есть асинхронно что-нибудь прочитай. Мы делаем вызов старт неблокирующимся. Мы вызвали старт, у нас дальше продолжает работать программа, а эхо-сервер начинает крутиться сам по себе. И поэтому мы должны передать сюда continuation. После того, как ты что-нибудь считаешь размером lens, вызови, пожалуйста, handle read от этого lens. Что такое handle read? Это async write. Когда мы что-то считали, мы должны то же самое записать. Async write на этот socket эту данную. И после того, как ты записал, дальше нужно что-то сделать. Это тоже неблокирующийся вызов. После того, как ты записал, пожалуйста, сделай handle write. А что такое handle write? Handle write это считай что-нибудь, и после того, как ты считал, вызови handle read от этой lens. Все видят, что это бесконечный цикл. Мы слушаем socket, что прочитали, то и записали. Это определение эхо-сервера. То, что это бесконечный цикл, это так задумано. У Нишанова цикл не бесконечный, но это немножко усложняет логику. А здесь мы запустили в бесконечном цикле сервер на нашем сокете. Кроме того, у человека, который первый раз видит этот код, может возникнуть иллюзия, что здесь переполнится стек. Потому что мы типа делаем вызов функции, потом из него вызов функции, из него вызов функции. Ну, ничего подобного. Это лямбды. Они вызываются через async, они распределяются по потокам. С переполнением стека тут, скорее всего, я не проверял, но там, где писали этот пример, утверждали, что, скорее всего, тут будет все нормально. Нужно посмотреть в бустазию. Этот пример все понимают. В отличие от того примера, от Нишанова, да? Этот пример выглядит простым. Он выглядит простым ровно до того момента, пока мы не перепишем его на карутинах. Потому что на карутинах он выглядит так. До бесконечности. Ко-эвэйт-а-синк-рит? Ко-эвэйт-а-синк-врайт? И это то же самое. Пользователю не обязательно... Я знаю, какой сейчас будет вопрос. А как он сюда зайдет без действий со стороны пользователя? Так вот, пользователю не обязательно пробуждать карутину самому. Карутину может пробуждать авэйтер, когда он дождется результата. И в данном случае, поскольку мы дожидаемся результата асинхронно, мы отдали управление пользователю. И как только мы дождались результата, мы пришли сюда, вычислили ленс. Мы отдали управление пользователю и опять ждем результата. Итак, мы сюда по мере необходимости просто иногда возвращаемся. То есть, допустим, с ленты понятно, мы ожидаем дата, а вот такой вейт-асинк-врайт, то есть, какой вейт-синк-врайт? Да. Получается просто... Мы дожидаемся вейта была. Да, в какой-то точке? А в этой точке? Да, в этой точке будем ждать вызова. Ко-вейт определяет точку ожидания. Это реально работает? Это реально работает. Ну, не в бусте, а в бусте пока нигде не работает, потому что 20-го стандарта еще нет. Но я сейчас вам покажу немножко упрощенный вариант этого, без всяких сетей уже. И это будет работать у меня на ноутбуке. Ну, не это конкретно, а вот нечто такое. Соответственно, это все еще прекрасный асинхронный код, но, во-первых, у нас есть явный контекст. У нас здесь что-нибудь может быть. Мы можем этим чем-нибудь тут пользоваться. Там немножко непонятно, откуда приходила дата. Здесь всем понятно, откуда приходит дата. А во-вторых, логика стала в одном месте собрана. Мы не размазываем логику по тысяче коллбеков. Мы забрали логику в одном месте, и сразу видно, что происходит. Этот код стал не просто лучше. Именно поэтому Горнишанов называется программой абстракции с отрицательной стоимостью. Этот код стал не просто лучше, этот код стал выразительней. Этот код стал таким, каким мы его написали бы синхронным, только асинхронным. То есть карутина — это магический способ перейти от блокирующих к неблокирующим вызовам мгновенно. И поэтому, вернемся к нашему примеру. Если нам нужно скомбинировать два фьюча с помощью зен, то мы можем комбинировать их не с помощью зен, а с помощью корутин. Не так ли? Как скомбинировать этот код с помощью корутин? Как здесь воспользоваться корутинами? Слиппинг тест. Только что это было, по сути, на слайде. Да, корутин от чего? Ну, от этого, от фьюча получается, да? Резалт равняется коэвейт от асинк. Ну, а асинк означает фьюча? Ну да, асинк означает фьюча. То есть результат — это коэвейт от фьюча 1, и все, и мы в дамках. Ну, а только фьюча 2 еще. Ну и дальше фьюча 2 мы ждем. То есть наша функция compute с корутинами станет вот такой. А результат — это коэвейт от асинк, результат — это коэвейт от процесса, результат — кореторн — результат. Теперь давайте немножко померяем. Давайте немножко померяем. И заодно посмотрим, как это работает в условиях, приближенных к боевым. У меня есть примерчик. Так, нужно немножко увеличить. Нужно немножко увеличить шрифт, да? Давайте немножко увеличим шрифт, 28-й. Давайте сразу перейдем в этот. Давайте сразу перейдем в нормальную консоль для Visual Studio. Мы же все-таки сейчас с корутинами будем. И пойдем в CPP-LexRus, CPP-Code, Async. И здесь у меня есть трики, но коро. Давайте посмотрим, на что похоже трики без корутин. Трики без корутин похожи вот на что. У нас есть GetResult, который спит 500. Так, давайте я открою в редакторе, а то тут как-то цвета в Виме плохо. Плохо получились цвета в Виме. Давайте я открою в нотипеде. Трики, но коро. Наверное, где-нибудь тут. Вот оно. О! Итак, у нас есть GetResult, который спит 500 миллисекунд, и потом возвращает 21. У нас есть процесс Result, который спит 1000 миллисекунд. Это какая-то heavy задача. И потом возвращает x на 2. И у нас есть способ с явными future blockage. То есть мы начинаем Async, от GetResult, потом мы спим секунду. То есть за полсекунды вот эта штука готова, но мы должны начать нашу задачу прямо здесь. Потом мы спим секунду. Потом мы начинаем второй Async от f1 Get. И потом мы делаем f2 Get и меряем общее время. Легко понять, что наше общее время здесь будет 500, 1000, здесь 1000. Сколько будет наше общее время здесь? 2 с половиной. Это как-то много. Итак, на O2 triki karo si. Minus await, извиняюсь. Triki no karo. Triki karo. Сначала мы замерим no karo. То есть это без karutin. И без karutin наш файл triki no karo exe. Ну вот, 2 секунды и еще чуть-чуть на накладные расходы. Внутри вот этой. То есть мы запустили асинхронную задачу, она у себя полсекунды спала, и мы эти полсекунды сэкономили. Теперь давайте перепишем все это на комбинацию с помощью karutin. И с комбинацией с помощью karutin, triki karo, мы взяли и Get Result, и процесс Result скомбинировали в compute, где мы сначала ждем через co-wait результата, потом запускаем процесс Result. Get Result все так же 500, процесс Result все так же 1000. И теперь, когда мы отдали туда управление, мы спим секунду. Мы должны сразу начать процесс. Вот мы его сразу начали. Мало того, после компьютера я вывожу на экран point 1, и после того, как мы доспали основной программы, я вывожу на экран point 2. и после того, как мы дождались первого фьюча, я вывожу и вейк 1, после того, как мы дождались второго, я вывожу и вейк 2. И у меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Сколько времени? Полторы. Полторы. Времени полторы. Что на экране? Итак, get это 500, процесс это 1000. Мы запускаем скомбинированный процесс и потом ждем 1000. Дима предполагает так. Point 1, awake 1. Point 2, awake 2. Авейки, как только мы дожидаемся фьюча. Вот awake 1. Вот awake 2. Да, кто смотрит на ютубе, притормозите, сформулируйте для себя, согласны ли вы с Димой. Итак, point 1 и wake 1, point 2 и wake 2. Кто думает иначе? Давайте посмотрим, что будет на самом деле. Мы видим, Дима торжествует. Все, как он сказал. Полторы секунды, point 1 и wake 1, point 2 и wake 2. Хотя Дима слушает эту лекцию первый раз. Сегодня он с вами на равных, потому что в прошлом году, когда он был на вашем курсе магистратуры, я эту лекцию не читал. Вот. Соответственно, почему так? Потому что point 1 мы отдали управление. Пока мы выводим на экран point 1, мы спим 500 миллисекунд здесь. Когда мы напечатали point 1, мы засыпаем на 1000 миллисекунд здесь. Но просыпается мафия. И мы печатаем и wake 1. И тут же начинаем ждать следующего, отдавая управление обратно туда, где оно было. Управление отдано обратно. И мы здесь. Мы дождались здесь долгой задачи, и мы point 2. И после этого мы отдаем управление обратно туда, и ждем еще 500 миллисекунд, которые мы должны там ждать. и дожидаемся и wake 2, и делаем core return result. Все понимают циклограмму работы? Да, но в первом случае непонятно. В каком первом случае? Где 2 секунды. Где 2 секунды мы не использовали корутин, у нас были не скомбинированные результаты. Мы запустили первый асинг, но у нас не было единого компьютера. После чего мы запустили нашу тяжелую задачу, и только после этого мы запустили второй асинг. Поэтому все произошло плохо. Окей. Теперь идем дальше. Крутины для комбинации фьючерс понятны. Крутины — это и есть правильный человеческий способ комбинации фьючерс. Это их основное предназначение. И в этом отношении вы должны понять, что у меня были проблемы. Я мог сначала рассказывать про асинхронность, но для рассказа про асинхронность нужны корутины для комбинации фьючерс. Либо мог рассказывать про корутины, но для правильного рассказа про корутины нужно знать асинхронность. И поэтому я подумал, что все эти сложные, тяжелые рекомбинации корутин, все вот это такое, все вот эти интерфейсы, waitable, что такое, co-wait и так далее, оно для того, чтобы все это объяснить, как этим пользуются. Асинхронности не требуют. И поэтому у нас была лекция по корутинам без асинхронности, зато теперь к лекции по асинхронности мы готовы. Мы знаем, что такое со программы, как их едят, как их пережевывают, как они работают. И с корутинами нужно быть немножко аккуратнее. Потому что, несмотря на то, что мы о них много знаем, несмотря на то, что корутины – это клево, у нас есть проблемы. Предположим, что вам нужно дождаться двух независимых друг от друга задач. getFirst и getSecond – это независящие друг от друга функции. И вы пишете вот такой код, вам приносит на ревью вот такой код. Мы говорим co-await getFirst, потом мы говорим co-await getSecond. А здесь, наверное, что-то не так. Что здесь не так? Правильно. С точки зрения внешнего кастомера, с точки зрения кастомера функции compute, магия функции compute все так же работает. Она запускает каждую задачу и отдает управление. Но, Дима сейчас ответил, они последовательно запустятся. Да, действительно. Мы вот здесь будем ждать, пока не будет готов результат getFirst. И только потом мы запустим getSecond. Как исправить ситуацию? Как запустить их параллельно? Не нужно еще один уровень вложенности. Как исправить ситуацию без еще одного уровня вложенности? Как? Они уже запускают треды, StudaSync запускает тред. Где join стоит? Как исправить ситуацию? Очень просто. Первому не ждать – это как? Так, мы хотим вернуть core return FST плюс SND, знаешь ли. Не убрать coavate? Что сделать с coavate? Убрать coavate нельзя. Если мы уберем coavate, мы не отдадим управление. А здесь будем FST точка get. Или здесь будем coavate делать? Я предлагаю сделать еще проще. Я предлагаю сделать симметрично. Оба запустить, потом обоих дождаться, а потом сделать core return sum. Ну, зачем так мудрить? Ну, может быть, этот метод тоже будет работать. Но это же проще. То есть мы поддерживаем симметрию. Мы делаем симметрично. Запускаем два независимых процесса. Дальше coavate на оба результата. Это не блокирующая операция. Это не блокирующая операция. И в итоге мы дожидаемся first plus second. Давайте я покажу. У меня есть демо core par. Демо, названное, я бы сказал, в моем стиле. У меня здесь есть две задачи на одну секунду каждая. И две эти задачи на одну секунду каждая я запускаю вот так. И что мы ожидаем по времени? Ну, и дальше еще спим тут секунду. По времени мы ожидаем две секунды. Давайте посмотрим, что мы получим наши две секунды. а core par. И да, мы получили наши две секунды плюс еще чуточку на накладные расходы. Очень нравится вот эта утрусочка и усушечка. Мы никогда не получаем ровно две секунды. 2.001, 2.002. И core no par. Я извиняюсь, где я? Почему? А, это бывает. Так, core par mode. Core par mode. Мы запускаем их отдельно и обоих ждем. То есть вы должны понимать, что мы же делаем coivet не на async. Мы в любом случае делаем coivet на future. Async просто возвращает future. Поэтому, когда мы делаем coivet async, у нас, ну, делается coivet на то future, которое он вернул. И теперь секунда, секунда, и здесь секунда, и все вместе дает нам секунду. Все вместе дает нам секунду. Секунда. Обратите внимание, это модельный пример, но отличие-то небольшое. Один человек написал вот так, а второй человек, вся разница, он написал на две строчки больше. Все. И это ускорило в два раза. Секунда против двух секунд. Это общее свойство, это общее свойство многопоточного кода. Я бы сказал, что многопоточный код очень часто показывает неустойчивость относительно маленьких изменений. Маленькими изменениями в программе мы можем достигать гигантских, просто гигантских изменений в производительности программы. И на, кстати, на примере нашего с вами параллельного редюса, который в прошлый раз работал очень медленно, мы с вами тоже увидим, что чтобы он заработал почти на уровне стандартной библиотеки, там нужно будет изменить, ну, типа, две строчки. Чуточку, чуточку изменить. Вот. Значит, и поехали дальше. То есть, когда вы работаете с карутинами, на вас ложится дополнительная интеллектуальная нагрузка, дополнительная умственная нагрузка, потому что вы должны постоянно понимать, что происходит. Вот. Когда вы видите этот коллэйт, и у вас нет предварительного навыка работы с карутинами, вы можете немножко потеряться. Вы такой, ах, карутина, ну. Не надо теряться. Все. Все очень просто. И у меня к вам есть тогда такой вопрос. Я его откладывал, я хотел задать его еще в прошлый раз, но я его отложил сильно на потом. Вся эта лекция, обе эти лекции, это одна большая похвала концепции Future Promise. Я пока что не высказал ни одного негативного, ничего негативного о Future я пока не высказал. А как вы думаете, а как работает Future Promise? Как вы думаете, как работает Future Promise? Нет, за счет чего? За счет чего Future.get узнает о том, что Promise satisfied? Или за счет чего она узнает, что его надо ждать? Какой там механизм работы? За счет чего эта штука срастается? Как минимум у них есть разделенное состояние. То есть как минимум у них есть какая-то одна общая для Future и для Promise ячейка, в которой Promise выставляет флажок, а Future считывает флажок. Не так ли? То есть у Future и Promise это канал, и как у канала, у них есть Shared State. Этот Shared State является многопоточным Shared State. И когда мы будем говорить на следующей лекции о том, как вообще себя ведет многопоточный Shared State, мы будем мы будем видеть, что многопоточный Shared State это очень неприятно, потому что вокруг многопоточного Shared State нужно что делать? Синхронизироваться, да, блокироваться. То есть у нас на самом деле где-то внутри этого канала уже стоит блокировка, причем, возможно, довольно дорогостоящая. И у нас есть Async. И у Async, как вы знаете, есть два флага. Один флаг Lunch, второй флаг Defert. И можно еще вызвать Async как Lunch или Defert. И Lunch или Defert означает реши сам. Lunch или Defert. Мы в прошлый раз об этом говорили. И Lunch означает запусти асинхронно в отдельном потоке. Что означает Defert? Defert означает отложи вычисление. Если мы возьмем Async с флагом Defert и отложим вычисление, или если мы возьмем коррутины и с помощью механизма коррутин отложим вычисление и просто вернем его, а с Async мы вернем его через FutureGet. Как вы думаете, что будет эффективнее? Отложить вычисление через Async с флагом Defert или отложить вычисление через коррутины? По сути, это вопрос, что быстрее просто вызвать функцию или вызвать ее через Future. Дима говорит одинаково. Почему одинаково? Я же говорю, что у Future и Promise есть Shared State, там дорогая синхронизация. Компилятор не дурак, говорит Дима, но компилятор-то да, причем тут компилятор. Компилятор не дурак, но компилятор консервативен, когда дело касается кода, который гипотетически может работать для многопоточной синхронизации. Даже если мы пишем однопоточную программу, компилятору неоткуда узнать, что это однопоточная программа. Поэтому весь тот код, который предполагается для синхронизации, он честно отработает. Точно ли одинаково? Но тогда библиотека не дурак, мы же явно передаем, мы не будем параллельно. Библиотека не дурак, но библиотека ничего не может сделать. В библиотеке внутри Future написано, и синхронизация это не часть Async, это часть Future. А во Future мы никаких флагов не передаем. Точно ли одинаково? Какие у кого еще есть оценки? Ну, назовите разы. Во сколько раз? Дима говорит один. В один раз. А во сколько раз быстрее, во сколько раз медленнее по-вашему каррутины? То есть, кроме коэффициента 1, есть другие предположения? Да, каррутины отрицательны. Отрицательная стоимость, говорит Энтони, а отрицательная это сколько? Типа 1, 2, да? Или 1, 10? Да, я буду на CEL показывать. Хорошо. Давайте посмотрим фьючерс бенчмарк. Итак, у меня есть фьючерс бенчмарк. где-то здесь. Вот он. Что он делает? Он говорит, у нас есть defert calc, которая делает return 42. И у нас есть defert caro, которая делает qyield 42. Ну, я завел через генератор, потому что, как устроен генератор, я вам уже объяснял. Я завел через генератор также для того, чтобы сделать оверхед максимальным на каррутины. Потому что генератор, он должен приостановить функцию, потом у генератора должно быть move next, у него должно быть get value. То есть, тут не один вызов функции, мы сравниваем с полным, с максимальным оверхедом, который мы только можем придумать. И, соответственно, то есть, тут не просто какое-то жалкое future, здесь целый генератор и qyield. А если не проинлайнит? Так вот, если даже не проинлайнит, и дальше мы говорим, show resumable. Мы делаем studo async, async defercreated, и делаем future get, и делаем defercoro, defercreated, делаем move next. Это мы показываем, что мы вот этот seout действительно откладываем, что у нас действительно отложенные вычисления. То есть, мы должны на экране сначала увидеть defercreated, потом мы должны увидеть event happened, потом опять defercreated, и только когда мы вызвали у генератора move next, мы увидим, что event happened. То есть, я показываю, что все честно, это отложенные вычисления, и дальше я делаю собственно функцию. Первая функция это просто return g, вторая функция это co-yield g, то есть, теперь я уже ничего не вывожу на экран, зато я ставлю, чтобы оно не заинлайнилось и ничего такого, atomic thread fence. В обе части программа однопоточная, это одинаковая нагрузка на оба механизма. И дальше, я хочу мерить только вот overhead, которые создают futures. И дальше, извиняюсь, а thread fence точно никак не повлияет? На инлайн повлияет. Thread fence на время, на время он немножко повлияет, но главное, чтобы он повлиял на возможности компилятора делать читерскую магию. Но инлайна недостаточно, компилятор слишком умен. У нас 20 миллионов итераций. У нас 20 миллионов итераций. Я мерю чистый overhead на механизм возврата из функции. Мы возвращаем либо через future, либо через return скрутин. И дальше я запускаю либо async deferred и точка get. То есть я откладываю и сразу же получаю. либо я запускаю создаю генератор делаю move next и делаю gen current value. То есть я здесь все сделал, чтобы карутины проиграли. Все. Потому что на самом деле конечно это будет не так. Конечно генератор можно переиспользовать, крутиться в нем. Я играю абсолютно против карутин. Что мы получим? смогут ли карутины преодолеть не только futures, но и меня? Карутины выиграли в два раза. 1457. У меня дома была другая цифра. Ну, немножко другая. Против 3244. Карутины выиграли с треском. В два раза. Это Энтони прав оказался? А карутины выиграли с треском. Ну, просто как мы в эти лекции про карутины раньше, что вроде как все ли они плохо реализованы. Да, и даже несмотря на то, что все ли они плохо реализованы, они выиграли с треском. А фьючерс все ли такие же, как в кланге, потому что кланг под виндой пользуется стандартная библиотека от Майкрософта. Поэтому фьючерс везде одинаковы. Значит, и после того, а это можно продвигать не только здесь, вы можете найти в интернетах гораздо более сокрушительные замеры. То есть, я наоборот, я постарался полностью сыграть на стороне фьючерс с промис, и все равно я проиграл. Соответственно, карутины гораздо лучше, карутины гораздо лучше для отложенных вычислений, чем Async с флагом Deferred. И у меня вопрос, а зачем нужен флаг Deferred? Этот вопрос возник не только у меня. Из-за сопрограмм такое чувство, что единственным достойным применением Async является запустить его со StoodLunch Async. И Скотт Майерс, небезызвестный, даже предлагает вот такую прозрачную оболочку, которая называется Reali Async, и которая не берет никаких флагов, а берет просто функцию параметры и форвардит их в Stood Async, который делает StoodLunch Async, потому что с точки зрения Майерса это единственный достойный способ использовать Async. Хотим ли мы поспорить с Майерсом? Давайте по-другому. Можем ли мы представить, что некий добрый волшебник в 2023 например году придет и починит Async, придет и сделает его первый аргумент зачем-то нужным? Пока не можете, и поскольку у нас остается время, я уложился довольно хорошо, поговорим об экзекьюторах. Добрый волшебник. Итак, заглянем в совсем далекое будущее, примеров понятно не будет, но я попытаюсь изложить основные концепции. Итак, исполнение на устройствах. Смотрите, здесь написан ParallelFor, который берет параметр IntFacility, где исполняем. И этот IntFacility может принимать следующие значения. Значение 999 это константа OpenMP, 998 это константа GPU, а 997 это константа с RedPool. Ну, я так придумал, как их обычно придумывал. И если мы передаем OpenMP, то внутри ParallelFor у нас делается прагма OMP ParallelFor. Если мы передаем GPU, то у нас делается SQL Q и делается SQL Submit и дальше внутри сикла сикловский ParallelFor для GPU. А если мы передаем ThreadPool, то мы GlobalThreadPool.Submit А вот так мы даем программисту свободу выполнить параллельный цикл на любом устройстве. Есть возражения? Почему-то вся аудитория кривится, как будто они сейчас съели что-то кислое. А, почему там делается CompileTime, говорит Энтони. Да, давайте сделать еще немножко более уродливый. Допустим, программист хочет в рантайм определять, на каком устройстве исполнять ParallelFor. Он хочет вводить это с клавиатуры, он хочет дать пользователю возможность. Input, значит, это штука, какое вы хотите. И поехали. Тут небольшая байка, я веду еще на втором курсе, совсем для маленьких, C++, сейчас в МФТ, факультатив. И там у нас как раз лекция по исключениям, я поставил мою обычную проблему, но вы можете посмотреть ее в нашей лекции по исключениям, я ее перед всеми ставлю. Типа, вот конструктор, вот здесь непонятно, что делать, кроме аборта. И один молодой человек предложил сделать там считывание со стандартного ввода, типа, выдать пользователю сообщение, что нам не хватает памяти, чтобы создать вектор, что вы хотите сделать аборт или проигнорировать. Гениальное предположение. Вот, значит, и мы хотим дать именно такую возможность. Мы хотим считать, на чем хотите исполниться, а потом вызвать вот такой параллелфор от того, что ввели. А да, конечно. Сикл это сикл, OpenMP это OpenMP. Берем компилятор интеловский с изменениями для сикла. Поддержка для OpenMP там есть. Это просто какой-то библиотечный вызов. Берем Intel ThreadBuilding Blocks и получаем ThreadPool бесплатно. Нет, 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 нет. Оно это можно собрать все вместе. Можно. но этот код отвратителен. Разве нет? Мы используем отхок механизмы, мы делаем явный свитч, если мы захотим еще один. Мы хотели бы абстрагировать модель исполнения. Как? Какой враппер? А Энтони говорит враппер. Какой враппер? Что я написал? А это и есть враппер, да, кстати. Пусть это в стандартной библиотеке. Нет, мы хотим также дать пользователю возможность в Parallel For передавать свою модель исполнения. Как абстрагировать модель исполнения? И для этого мы должны, если мы хотим что-то абстрагировать как сущность, мы должны сделать из этого класс. Если мы хотим что-то абстрагировать как сущность, должны сделать из этого класс, не так ли? Как мы назовем класс, который абстрагирует модель исполнения? Мы назовем его исполнитель. А если по-английски, то экзекьютор. И у нас получится вот так. Мы делаем экзекьютор, после чего мы спасаем асинг. Мы говорим stud async на my экзекьюторе. Теперь это не просто асинг или deferred. Теперь это асинг, который первым параметром принимает экзекьютор. Если этот экзекьютор построен на карутинах, то это будет deferred на карутинах. Если этот экзекьютор построен на потоке, то это будет как launch async на потоке. А если этот экзекьютор построен на сикле, то будет отдача на видеокарточку на сикле. И так далее. Аналогично аналогично ну ладно, про аналогичнее немножко потом. Итак, мы берем экзекьютор и передаем его в асинг, например. Вместо launch или deferred, что угодно, откуда мы его получаем? Откуда логично получить экзекьютор? Вот представьте, у вас есть ThreadPool. Откуда логично получить экзекьютор на этом ThreadPool? Кто лучше всего вам его отдаст? Сам ThreadPool. Сам ThreadPool. Экзекьютор логично получать из контекста. Тот контекст, на котором вы собираетесь исполняться, это и есть та штука, которая отдаст вам экзекьютор. Да, у меня на прошлом слайде была ссылка. Это проползал в стандарт по экзекьюторам. Я, в общем, более-менее иду по нему. То есть все примеры, вот этот пример, он оттуда. Стандарт это сиклы? Нет, сиклы я сам добавил. У них в стандарте в проползале написано на куде, разумеется. Значит, и самый простой способ получить откуда-то экзекьютор, это разрешить контекстом их создавать. Мы делаем ThreadPool и говорим pool.executor. И также, кроме передачи в асинг, мы можем взять любой алгоритм стандартной библиотеки. Мы можем взять, например, studsort. И вместо того, чтобы просто передавать туда studexecutionpar, мы передадим туда studexecutionpar onexecutor. То есть мы не скажем просто, как сможешь распараллель. Мы скажем распараллель на нашем экзекьюторе. Итак, мы берем и выгружаем сортировку на видеокарточку. Мы получаем с видеокарточки экзекьютор, вызываем studsort.execution.par, он этот экзекьютор. И отдаем сортировку туда. Каково? Хорошо ли эти ребята все продумали, спрашивает Дима. Ответ такой. Это не вошло в 20-й стандарт. Studexecutionpar был на прошлой лекции. Можно пересмотреть на ютубе. Studexecutionpar... Studexecutionpar? Я говорю, про это было. У нас есть эта политика, это policy class для стандартных алгоритмов. Это было на прошлой лекции, можно пересмотреть. Там есть studexecutionsec, par, paronsec. А такого вызова там пока нет. Его предлагается туда ввести. Его предлагается ввести в policy class. Это не enam. Это policy class. И в этот policy class уже сейчас можно было бы ввести метод on и передать экзекьютор. Хорошо. Давайте для того, чтобы познакомиться с тем, как устроены экзекьюторы, посмотрим на самый простой экзекьютор. Какой вы можете представить самый простой экзекьютор? Вот прямо здесь, в этом потоке, однопоточный на CPU. Это называется inline-экзекьютор. Inline-экзекьютор — это прозрачный экзекьютор. Его использование — это все равно, что не использование никакого. И inline-экзекьютор в этом пропозале выглядит очень легко. Что такое inline-экзекьютор? Inline-экзекьютор — это оболочка, у которой есть три метода. Контекст, который возвращает this. Он сам себе контекст. А вот это я пока оставлю. И execute. Что делает execute? Execute берет функцию и вызывает ее просто. Просто вызывает. То есть execute — это просто вызвать функцию. Контекст — это вернуть самого себя. И есть еще некая волшебная функция require, которая берет execution always-blocking. Чувствуется, что это только одна из возможных перегрузок функции require. И возвращает самого себя. И это и есть весь интерфейс экзекьютора. Вся его обязательная часть. Контекст, чтобы получить текущий контекст исполнения. И из этого контекста возможно получить новые экзекьюторы. То есть мы могли бы сюда добавить еще процедуру экзекьютор. Процедуру экзекьютор в этом контексте что бы возвращала? Звездочка this. Ну, и чтобы получить новый экзекьютор из этого контекста, что нам нужно? Получить копию самого себя. Вот. Значит, контекст, чтобы получить текущий контекст исполнения. Execute, чтобы отдать на исполнение конкретную задачу в этот контекст. И require. И вот функция require самая интересная. Потому что не все задачи могут быть отданы не на все контексты. Если между задачами есть зависимости по данным, например, они читают данные из одного и того же места, эти задачи вдвоем не могут быть отданы на thread pool. Извиняюсь, пишут. У них будет race condition. Не так ли? Соответственно, мы должны перед тем, как отдавать что-то на экзекьютор, спросить у экзекьютора, а что ты такое? Какие свойства ты поддерживаешь? Давайте немножко брейнсторм. Какие это могут быть свойства? Чисто теоретически. Блокирующие, неблокирующие? Блокирующие, неблокирующие. Еще что? Ну, например. Где? Где? Нет, где это не свойство? CPU, GPU, FPGA, оно, кстати, интересно. А еще что? Ну, смотрите. Я привел несколько. Вы можете прочитать полный список в пропозале. Полный список вот такой. One-way, two-way. One-way — это запустить задачу на исполнителя и забыть о ней. Two-way — это означает, что мы ожидаем с исполнителя результат к этой задаче. Ну, например, two-way экзекьюшн на видеокарточке может быть гораздо сложнее, чем one-way экзекьюшн на видеокарточке, не так ли? Дальше. Single-bulk. Single — это запустить единичную задачу. Балк — это запустить сразу группу задач. То есть, нет, поддерживает ли экзекьютор группу задач или поддерживает ли он только единичные задачи. Вот. Never-blocking, always-blocking. А синхронно — синхронно. Можно еще maybe-blocking, да? Вот. И много, 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 много свойств поддерживает requires. И общий use case такой. Мы берем require, спрашиваем requires, если все requires нам удовлетворяют, а requires она возвращает null-ptr перегрузкой, если он не поддерживает. И возвращает самого себя, если поддерживает. И после этого мы говорим execute. Это, например, у алгоритма где-то осертные статические? Да, например. Статические осертные алгоритмы. Ну, у этого есть проблемы, конечно. И первая проблема — я плохо понимаю, я, например, плохо понимаю, как это будет оффлодиться на GPU. Потому что все-таки если мы берем обычную функцию из int в int, или, например, из двух int в int, то есть пройтись и свернуть изображение, например, то там все-таки должен быть специфичный для домена аргумент. То есть мы должны как-то переделать аргумент. Да, вот. Мы должны как-то переделать аргумент в SQL item, в итерационное пространство. И даже связка вроде, что снаружи kernel у нас есть буфер, а внутри kernel у нас есть аксессорный этот буфер, она тоже немножко непонятно, как будет выражена. Да, народ, кто смотрит сейчас на YouTube и немножко шокирован вот этим всем, у меня есть лекция по SQL, она на том же канале. Отмотайте немножко. Она там почти в самом начале. Ставьте лайки. То есть исполнители — это очень хорошая идея, это потрясающая идея, но как идея они требуют доработки. И у комитета есть еще года три на доработку. И я очень надеюсь, что года через два мне удастся выделить экзекьюторы в отдельную лекцию. И это уже будет хорошая лекция, правильная, с примерами, на компиляторах, с оффлодами и с настоящими плюсовыми экзекьюторами. Потому что по специфике моих занятий я экзекьюторов очень жду. Меня... Нет, не так. Мне надоели немножко, немножко надоели кастомные языки, которые люди пишут ради этого. Я считаю, что все должно быть более-менее на C++. И когда говорят, DPC++, это настоящий C++, ну да, настоящий C++. Нет, я хочу, чтобы все было на C++. И... И сейчас область программирования на тех же видеокарчиках, она похожа на веб-программирование. Там слишком много фреймворков. Вот. Когда введут экзекьюторы, все эти фреймворки схлопнутся. Все это станет не нужно. Все это CUDA, все остальное. Все станет не нужно, потому что это просто будут детали библиотеки, которые будут предоставлять кастомеры. А в библиотеке уже будет perfect standard C++, мы будем брать экзекьюторы и не париться. Светлое будущее. То есть, а это только стандартные алгоритмы? На любые. Вы можете писать свои алгоритмы и использовать в них экзекьюторы. Конечно. Ты пишешь kernel? Нет. В том-то и дело. Энтони говорит, ты пишешь kernel. Ты теперь, после того, как введут экзекьюторы, никто не будет писать kernel. Все будут просто использовать студ алгоритмы. Не мешайте мне мечтать о светлом будущем. Когда он пишет, ну, учитывая, что на скором пути мы будем исполняться, и вот он исполнялся, но кому-то придется писать короткий конкурент. Кому-то придется принять сайт земля. Хорошо. И у нас остается еще совсем немножко времени. Я сегодня хотел уложиться в чуть меньше, чем у нас обычные лекции проходят. Но у нас есть время на то, чтобы посмотреть еще один секретный уровень, как раз касающийся той самой задачи с Reduce. Этот уровень секретный не потому, что я не собираюсь его включать в эту лекцию, а обычно это так. Секретными я делаю уровни, которые я не собираюсь рассказывать в нормальных условиях. Их рассказываю только если время остается. Этот уровень секретный потому, что я его не доделал. То есть он должен был стать частью основного повествования, но не стал. О чем он? Он об эффективном асинхронном коде. И о том, как писать асинхронный код эффективно. Все дело в том, что в случае с эффективным асинхронным кодом мне требуется некоторая работа над примерами. Я точно знаю, откуда происходят неэффективности в асинхронном коде. Есть четыре основных источника. Замечательная картинка в докладе Хармута Кайзера связывает их с четырьмя всадниками апокалипсиса. Все знают четыре всадника апокалипсиса. Брань, глад, мор и смерть. Есть четыре основных источника неэффективного асинхронного кода. Это контеншн, брань, старвейшн, ну и так далее, лейтенсис и, наконец, оверхедс. Оверхедс — это, как вы понимаете, смерть. Итак, контеншн. Контеншн — это задержки, которые возникают из-за слишком активного использования неизбежно общих ресурсов. Да, например, у вас есть один микропроцессор, у него есть один кэш. Кэш, он все равно один. Если вы будете исполнить много потоков на данных, которые лежат рядышком в кэше, даже если вы будете просто читать эти данные, то он будет постоянно грузить новые кэш-линии, потому что он не будет знать, какой поток, как их изменил. А еще общие ресурсы, какие вы можете придумать? Например, сетевое соединение. Все знают, интернет был быстрым-быстрым, все хорошо показывалось, а потом вдруг замедлился. Почему замедлился? Потому что антивирус обновляться полез. То есть у нас есть ресурсы, которые не могут не быть общими. Кэши процессоров, сетевые соединения, доступ к базам данных, жесткий диск, интерфейсы жесткого диска. Если я возьму из флешки, захочу скопировать две папки и запущу их копирование в параллель, в разные места. Это я ускорю? Это я сильно ускорю? То есть у нас есть инновидабли общие ресурсы, которые называют контеншн, то есть борьбу, то есть брань. Дальше, glad, starvation. Starvation в основном возникает при fork-join-параллелизме, типа OpenMP или стандартных алгоритмов. Когда мы идем в один поток, потом форкнулись на все устройства, потом заджойнились со всех устройств, и идем дальше в один поток. Пока основы не нужно форкнуться. А когда у нас fork-join-параллелизм, у нас неизбежно половину времени, половина ресурсов ничего не делает. И наш код менее эффективен. Потому что, чтобы написать максимально эффективный асинхронный код, все доступные ресурсы каждую секунду времени должны быть загружены. В идеале. Дальше, latencies. Голодание. Starvation. Голодание, значит, мы используем мало ресурсов. У нас ресурсы простаивают. Дальше, latencies. Это как печеньки на слишком высокой полке. Latencies – это задержки при работе с удаленными ресурсами. Например, у нас latencies часто возникают при работе с GPU, потому что на GPU нам нужно загрузить данные туда в память видеокарточки, и потом сочетать данные с памяти видеокарточки. Это может быть очень долго, очень дорого. Именно поэтому там есть куча расширений, например, в OpenCL, который говорит, вот мы хотим уметь запускать субкернеллы прямо из кернелла, потому что запускать их с хоста – это же офигеть. Мы хотим shared memory эффективную. Почему? Потому что мы не хотим постоянно туда-обратно в ручном режиме гонять с хоста эту память. И так далее. И, наконец, overheads – это издержки на управление самими ресурсами и параллелизмом. Мы наплодили потоков, и теперь операционная система должна выделять такты каждому потоку в своем скедиллере. А это как непосредственные издержки, так, я бы сказал, и теоретические издержки. Тот самый «Законом дала», о котором я в прошлый раз так отказался рассказывать. Поднимите руки, кто прочитал про «Законом дала». О, Никита прочитал. Все остальные просто знают. То есть здесь теоретически, практически… Я хочу, на самом деле, по красивому примеру на каждый. Но у меня пока есть красивый пример только на один. И красивый пример только на один – это, конечно же, это, конечно же, мой прекрасный параллел редьюс. Это прекрасный пример на контеншн. Я взял тот же слайд, который я показывал вам в прошлый раз, только на этот раз я подсветил проблему. Все видят, в чем проблема? Да, у нас очень маленький вектор. У нас вектор буквально из четырех элементов. У нас четыре потока, да? Четыре инта – это сколько? В байтах. 32 или 16. По мнению Димы. Значит, четыре инта – четыре байта на инт. Да, 16 байт. А кэшлини у нас сколько? 64. Да, 64 кэшлини. И это значит, что? Это значит, что они все в одной кэшлинии. И они очень активно используются. Значит, они все в одной очень прогретой кэшлинии. И я ожидал, что еще на прошлой лекции кто-нибудь, особенно кто-нибудь, связанный с железом, поднимет руку и скажет, да что же вы делаете? Эти потоки, вот эти четыре потока, они будут биться за данные, которые лежат в одной и той же кэшлинии. Да, они будут. Но они будут биться за их разные части, да? Но они будут очень активно туда читать и писать. Что делает аккумулейт? Аккумулейт проходится от i до i плюс b сайз, и все это пишет туда. То есть она берет, складывает и пишет, складывает и пишет. То есть концерт и пишет? Что? То есть концерт на работе пишет? Нет, я передаю студрев в аккумулейт блок. Так вот. А и все видят, как это исправить, не так ли? Ну, концерт на работе. Ну, конечно, конечно. Вот здесь создать локальную переменную, передать локальную переменную туда. Все. Проблема решена. И дальше вот этот рез, который резалт, записать его нужную часть где-нибудь вот здесь, после того, как этот поток исполнился. Хорошо. То есть у нас получается та проблема, которая называется... Как эта проблема называется по-правильному? Нет. Как это называется проблема? Вот эта проблема, которая здесь иллюстрирована, как она называется? Она называется false sharing. False sharing — ложные общие данные. Потому что на самом деле это данные не общие. Они становятся общими из-за технической организации нашей вычислительной системы. И false sharing на Википедии можно вот прочитать про проблему false sharing. Я немножко упростил пример из Вики. У нас есть статическая структура, у которой есть поля x и y. И у нас есть два false sharing ее потока. Один постоянно пишет в x, другой постоянно пишет в y. Тыдыщ. Если в нашей системе нужно поддерживать когерентность кэшей, вся кэш-линия может сбрасываться и читаться заново. Хотя на самом деле эти потоки не пересекаются. Ну и на производительность это влияет. Вы на прошлой лекции видели, как. Соответственно, вы можете самостоятельно дома пофиксить мой parallel reduce и посмотреть, как это повлияет на производительность. Я подскажу, эффект на производительность будет запоминающийся. Небольшой обзор литературы и все. И в следующий раз мы поговорим о конкуренции. Итак, первые два пункта все понимают, я надеюсь. Горнишанов, вот этот самый доклад, который я очень порекомендовал всем мы, C++, Groutiness and Negative Feverhead Abstraction, потрясающий, абсолютно потрясающий, ни одного слова не на своем месте, причем человек его читал, когда даже вот эти вот штуки с co-await не были не то, что приняты. Они не были даже нигде спрототипированы. До принятия co-await в стандарт оставалось пять лет. У него там даже не co-await, у него там просто await. То есть это такое потрясающее визионерство. Тем не менее, любой код из его доклада можно брать, с минимальными правками компилировать на существующем компиляторе и все будет работать. Дальше. Макнеллис, Introduction to C++ Coroutines, и у Макнеллиса тоже очень много про синхронность. И в частности у него про то, как комбинировать коррутинами будущее. У Вильямс, Concurrency Parallelism and Coroutines, и важно, что у Вильямса в этом докладе есть также немножко про экзекьюторы и немножко про алгоритмы стандартной библиотеки. Вообще, вот эта лекция во многом вдохновлена вот этим докладом Вильямса. Кроме того, я хотел бы порекламировать у Вильямса вышло новое издание его замечательной книжки, которая будет в списке литературы к следующей лекции. Но в списке литературы к следующей лекции будет все еще старое издание, а нового издания нет в списке литературы по одной простой причине. Я его еще не читал. И я всем очень рекомендую, потому что Вильямс умница, и он автор Boost Thread. И, по-моему, и Boost Future не уверен. Ну, в общем, он автор каких-то, автор-мейнтейнер библиотек в Boost, которые отвечают за синхронность, и он же довольно неплохо пишет. Хотя доклад у него так себе, он какой-то немножко, немножко рваный, потому что человек постоянно скачет с темы на тему. Потрясающий доклад Хармута Кайзера, восхитительный. Это тот доклад, где он разносит OpenMP и показывает, как future.zen позволяет превзойти OpenMP. Это тот самый доклад, который я упоминал раза три или четыре в прошлый раз и уже успел упомянуть пару раз сегодня. Это там, где у него, значит, одна черная дара другую заглатывает, он это моделирует. То есть это чувак из реального ресерчерского института, где они берут более-менее приближенные к настоящим математические, физические задачи, да даже настоящие. И он, значит, вычислительной частью заведует. И, наконец, замечательный доклад Билли О'Нила. Для тех, кто говорил, что Visual C++, скорее всего, в библиотеке все плохо, Билли О'Нил показывает, как, и вот это уникально, потому что я не видел такого доклада про кланг, например, или про GCC, то есть про ЛИП C++ или про ЛИП STD C++ я это не видел, а вот в Visual Studio вышел автор и доложил, как и почему они реализуют параллельные алгоритмы в Visual Studio. И это очень, очень просветляюще интересный доклад, потому что параллельные алгоритмы это то, с чего я начинал все эти лекции, параллельные алгоритмы это очень удобно. Конечно. Это понятно. Прокланг кто-нибудь из Эпла. Вот. А значит, или из Гугла. Теперь уже скорее из Гугла. Вот. На этом все. В следующий раз у нас будет конкуренси. и мы прошли приятную часть. И в следующий раз мы поговорим про то, а что если в многопоточном коде мы захотим использовать общие данные. И что нам за это будет. Всем спасибо. Всем до следующего раза. Продолжение следует...